С 2019 года армянское руководство начало прибегать к новой тактике. По существу это был отказ от имитации переговоров в сторону срыва переговорного процесса. Подтверждение моих слов можно найти и в официальных заявлениях высшего военно-политического руководства Армении, так и в их провокационных действиях. Приведу лишь некоторые из них, которые, думаю, для всех будут очень иллюстративны в плане подтверждения моих слов. Таким образом, министр обороны Армении, уже бывший, будучи с визитом в Соединенных Штатах Америки, публично заявил, что Армения готовится к новой войне за новые территории. Это, по существу заявление высшего военачальника Армении, полностью раскрывает суть агрессивной политики Армении. Видимо, им было недостаточно того, что они причинили страдания миллионов азербайджанцев, так им еще понадобились новые территории, что является недопустимым ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения человеческой морали. Примечательно, что это заявление было сделано именно в США. Это было единичное заявление, больше таких заявлений не было, но, тем не менее, оно было. Что касается премьер-министра Армении, то, будучи на оккупированных территориях в 2019 году, он публично заявил, что Карабах — это Армения и точка. Ну, естественно, этот тезис провокационный, направленный на срыв переговорного процесса, он не мог остаться без ответа. Я в ответ заявил, что Карабах — это Азербайджан и восклицательный знак. Ну и кто в результате оказался прав, история показала. Сам по себе такой демонстрационный вызов Азербайджану, да и не только, а сопредседателям Минской группы ОБСЕ, неуважение к их деятельности, демонстрирует то, что Армения сознательно и демонстративно подрывала, и по существу подорвала переговорный процесс. Потому что если исходить из этой логики, если Карабах, как он говорил, — это Армения, то о чем тогда вести переговор? Потому что на столе были мадридские принципы, которые были выработаны сопредседателем Минской группы, которое прежнее армянское руководство принимало как основу для переговоров. В них четко было указано, что все оккупированные территории должны быть возвращены Азербайджану. Поэтому вот эти заявления, да и много других, я просто не хочу занимать много времени, коллег, говорили о том, что Армения сознательно срывает переговорный процесс. Далее, нам было известно, что на протяжении многих лет армянское руководство пыталось осуществлять незаконное заселение на оккупированных территориях, что является военным преступлением, но в силу отсутствия людских и финансовых ресурсов это им не удавалось в полной мере. Что касается нынешнего армянского руководства, то рассчитывая в большей степени, в том числе в осуществлении своей политики по всем направлениям на помощь армянской диаспоры на Западе, был выработан план по насильственному заселению на оккупированных территориях и в первую очередь в древнем азербайджанском городе Шуша. Это все делалось демонстративно, публично, показывалось по телевизору. Из других действий, которые переполняли чашу терпения азербайджанского народа, было решение о переносе парламента так называемого образования Нагорно-Карабахская в кавычках республика из Ханкенди в Шушу, что иначе как оскорбление чувств азербайджанцев воспринять нельзя. А также так называемая инаугурация главаря преступного режима Нагорном Карабахе в Шуше, что было впервые с момента оккупации древнего азербайджанского города. Таким образом, действия и шаги армянского руководства были направлены на обострение ситуации, на провоцирование азербайджанской стороны на ответные действия и на срыв переговорного процесса с тем, чтобы потом сказать, что вот видите, опять боестолкновение, поэтому опять надо все отложить это в долгий ящик. Также среди заявлений армянского военно-политического руководства было такое, что нас пытались пугать тем, что если Азербайджан и будет и дальше упорствовать своей позиции по регулированию конфликта, то очень скоро армянские танки будут на улицах Баку. Ну, в результате так оно и получилось, только армянские танки оказались на наших улицах на военном параде, посвященном победе Азербайджана в войне в качестве военных трофеев 10 декабря. Я в одном из обращений к азербайджанскому народу подробно рассказал о той военной технике, которая была уничтожена азербайджанской армией в результате войны, поэтому эта информация доступна. Если кому интересно, могут эту информацию получить из открытых источников. Что касается провокации военного характера, в этом году, значит, это в первую очередь июльская провокация, которая была совершена не в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, а на государственной границе, когда армянские войска атаковали позиции азербайджанской армии в Товусском районе. Совершенно немотивированная провокация, попытка захвата постов и новых территорий, в рамках так называемой военной концепции армянского руководства по захвату новой территории. Мы потеряли среди мирного населения и среди военнослужащих, но дали достойный отпор, отбросили армянские войска на их исходные позиции. И то обоснование вот этого инцидента, который давала армянская сторона, были просто смехотворки. Просто напомню, может многие и забыли, что азербайджанские военнослужащие, три военнослужащих на УАЗике напали на армянские посты. Но это только людям далеким вообще от вопросов, связанных с военным строительством, понятно, что так войны не начинают на УАЗике. И эти люди, к сожалению, стали жертвами армянской агрессии. Должен сказать, что то боестолкновение длилось несколько дней, и я тогда заявлял, что у нас нет никаких планов, и нет, и не было, и нет, по вторжению на территорию армянского государства. Если бы они были, то тогда в то узком направлении это сделать было очень легко, потому что для этого были возможности. Таким образом, не пойдя дальше того, чтобы ответить, мы остановились. Затем была сентябрьская провокация, когда диверсионная группа, состоящая из многих армянских военнослужащих, сделала попытку проникновения в Герамбойский район в зоне линии соприкосновения войск, и глава группы был задержан, он дал показания, которые говорят о том, что это была сознательная провокация, нацеленная на осуществление террористических актов в глубине азербайджанской территории. И, наконец, 27 сентября армянские вооруженные силы с использованием тяжелой артиллерии атаковали населенные пункты в Тертерском, Агдамском, Физулинском районах. И у нас в первые же часы были жертвы среди мирного населения и жертвы среди военнослужащих. За 44 дня конфликта 94 мирных граждан Азербайджана были убиты, среди них 11 детей, более 400 мирных граждан получили ранения, более 5000 домов либо полностью разрушены, либо серьезно повреждены. Армянские вооруженные силы атаковали города, которые находятся вдали от зоны конфликта, в частности, город Гянджа, где были удары баллистическими ракетами с большими жертвами, город Габеля, Сиазань, Хызы, практически это где-то около 100 километров от Баку. Иными словами, были сознательные действия, направленные на уничтожение мирного населения, таким образом на создание паники и попыток компенсировать те потери, которые они несли на поле боя, убивая невинных людей. 27 сентября после вероломного нападения мною, как верховному главнокомандующему, был дан приказ вперед. И мы должны были защитить свой народ, свою страну. И в результате наших действий через 44 дня противник капитулировал. За это время нами были освобождены более 300 населенных пунктов, стратегические высоты, города Джабраил, Физули, Зангилан, Кубатлы, поселки городского типа Сугоушан, Гадрут, часть Ходжавенского района, хребет Муровдак, а также часть Лачинского, Кельбаджарского района. 8 ноября древний азербайджанский город, который по праву считается жемчужиной Кавказа и душой азербайджанского народа, город Шуша был освобожден от армянской оккупации. Тем самым, по существу, был положен конец военным действиям, потому что после взятия и освобождения города Шуша любое сопротивление армянской армии становилось полностью бессмысленным, и продолжение военных действий могло бы привести к огромным человеческим жертвам, поскольку армянская армия была разгромлена и деморализована, частью оказалась в окружении. 9 ноября при активном участии президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина был согласован текст трехстороннего заявления президента России, президента Азербайджана, премьер-министра Армении, который был подписан в ночь с 9 на 10 ноября. Текст заявления опубликован. Естественно, уверен, что коллеги с ним ознакомились, и там очень много важных пунктов, среди которых освобождение части Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов до 1 декабря, пункты соглашения были выполнены. Также я должен сказать, что в период активных военных действий постоянно я был в контакте с Владимиром Владимировичем Путиным, также с президентом Турции Радзиаптайбом Эрдуганом. Думаю, что в том, что сегодня мы вышли на политическое урегулирование, огромная роль президента России, который был и в постоянном контакте, особенно 9 ноября, очень эффективно и активно работал с тем, чтобы огонь был прекращен. Я с начала конфликта, многочисленных интервью иностранным журналистам и в своих обращениях к народу говорил, что мы готовы остановиться в любой момент, как только армянская сторона назовет дату вывода с наших территорий. И говорил это публично. И так и произошло. Как только в заявлении была указана дата передачи нам трех районов по графику, военные действия остановились. Поэтому хотел бы еще раз, пользуясь возможностью, выразить благодарность Владимиру Владимировичу Путину за такое внимание к этому вопросу, за активное участие в том, что конфликт решился в том числе и политическими методами. Поэтому, если взять период с 27 сентября до 10 ноября, можно сказать, что конфликт решился военно-политическими методами. Вчера Владимир Владимирович в очередной раз указал в своем интервью средством массовой информации, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Это не первое заявление такого рода. Я думаю, что это очень важное заявление и важное для тех реваншистских сил в Армении, которые пытаются пересмотреть условия заявления от 10 ноября. К сожалению, такие силы есть. И это очень важный сигнал всем тем, кто пытается помешать выполнению этого заявления. А такие попытки мы видели. И в период войны, и после подписания заявления, я не хочу вдаваться в детали, мы видели попытки определенных зарубежных кругов, которые были недовольны тем, что остались как бы в стороне от этого вопроса. Недовольны, что ведущую роль в прекращении огня сыграла Россия. И всячески пытались, и, к сожалению, до сих пор пытаются внести определенную смуту, особенно что касается ситуации в Армении, использовать различные рычаги, различную инфраструктуру, которая была создана в Армении, в том числе соросовскую инфраструктуру, для того, чтобы создавать определенные волнения в армянском обществе, и по существу сорвать это заявление. И насколько губительным это может быть, в первую очередь, для армянской стороны, также сказал Владимир Владимирович в одном из своих интервью, когда его спросили, что будет, если не будет Армения выполнять, он сказал, что это будет самоубийство. Это на самом деле так. Поэтому еще раз хотел бы выразить благодарность Владимиру Владимировичу за такое активное части и огромный вклад в то, что конфликт решился. Я также согласен полностью с Владимиром Владимировичем Путиным, что, говоря о Нагорном-Карабахском конфликте, мы должны уже только говорить о том, что было в прошлом. Это уже история. И считаю, что будущее региона во многом будет зависеть от того, насколько правильно армянское руководство сможет оценить ситуацию и сделать правильные шаги для того, чтобы мир был долгосрочным и устойчив. Также хотел бы сказать о миротворческой миссии Российской Федерации, что является также частью заявления. Она осуществляется очень успешно, находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Азербайджанской Республики. За почти полтора месяца с момента подписания заявления был всего один инцидент нарушения прекращения огня. И по нашим данным это было спровоцировано неподконтрольными армянским властям группами так называемых ополченцев, по существу боевиков, которые окопались в тылу позиции азербайджанской армии. И буквально в течение одного дня инцидент был исчерпан, режим прекращения огня сохраняется, и думаю, с каждым днем он будет все прочнее и прочнее. Также хотел бы отметить, что ведется работа по созданию российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе, который о создании центра мониторингового также говорится в совместном заявлении, который будет осуществлять мониторинг из-за ситуации. Я, для вашего извинения, перед коллегами я чуть-чуть выбился из регламента, но тема на самом деле достаточно важна, чтобы я еще несколько слов сказал. Что касается того, что там происходит сейчас, то есть города Агдам нет, он разрушен. В городе Агдам осталась одна полуразрушенная мечеть, и когда мы начали интересоваться, почему же ее не разрушили, как все остальные мечети, было сказано, что это являлось своеобразным таким ориентиром, привязкой к местности, в случае, если азербайджанская армия предпримет атаку в этом направлении, чтобы давать артиллерии точные ориентиры куда-куда бить. Посетившие иностранные журналисты, бывший города Агдам то, что от него осталось, называют его Хиросимы Кавказ. Я считаю, что это хуже, чем Хиросима, потому что Хиросима это трагедия, ядерный, атомный удар, но по ней не прошлись толпы вандалов и варваров. В нашем же случае город Агдам был разрушен после оккупации, сознательно, целенаправленно, точно так же, как и город Физули. Когда мы его освободили, я приказал поднять азербайджанское знамя на одном из домов, мне сказали, что нет такого здания, ни одного здания в огромном городе, где жили тысячи, десятки тысяч людей. Все сровнено с землей. Это военное преступление, не только города, села, все села сровнены с землей. Это ситуация, которую, наверное, мир не видел за последние даже столетия. То же самое город Джабраил, его тоже нет. В тех городах, где осуществлялись незаконные поселения, там кое-какие здания оставались, особенно в Кельбаджарском, районе города Кельбаджар, но они были сожжены и разрушены армянскими представителями за тот 20-дневный или 15-дневный период, за который они должны были оттуда выйти с 10 ноября по 1 декабря. Так вот, они разрушали дома, те дома, которые они даже не построили. Они просто вселились в дома азербайджанцев. Они их сжигали, они выносили все, они рубили деревья, и даже те деревья, которые не смогли увезти, чтобы продавать, они их просто там бросили на дороге, сжигали леса. Поэтому это вандализм, он, к сожалению, продолжался до сих пор. Сейчас в Армении очень напряженная ситуация, я не буду ничего комментировать. Дальше, с учетом того, что премьер-министр Армении не участвует в нашем заседании, я только говорил сухие факты и то очень небольшой процент того, что там происходило. Единственное, что хотел бы сказать, совершенно не имея намерения как-то вмешиваться в внутриполитические процессы в Армении, но та армия, которая была разгромлена, это не армия Пашиняна, это армия, которую создавал Кочарян и Саркисян на протяжении 20 лет. И наши города, и Агдам, и Физули, и Джабраил, и другие, и Занилан, и Губатлы, уничтожала не армию Пашиняна, он не давал таких указаний, во-первых, там уже нечего было дальше разрушать, это все делалось режимом Кочаряна и Саркисяна, так называемых наших бывших коллег по СНГ, людей, которые 20 лет участвовали в наших заседаниях, людей, которые со мной вели переговоры на протяжении многих лет. и мы знали, что их руки в крови азербайджанского народа, но когда мы попали на эти территории, когда мы пришли туда, мы увидели весь ужас, весь трагизм того, что они натворили. Поэтому те, кто пытаются сейчас использовать ситуацию в своих политических целях и атаковать Пашиняна, они должны понимать, это не его армия, он не успел бы создать ее, и практически да, может быть он не сделал того, что нужно было сделать, но 20 лет эту армию создавал Катеряна и Царкисян, и мы разгромили их армию. Сейчас, после окончания войны, нами проводится оценка нанесенного ущерба, в ближайшее время начнутся восстановительные работы, они практически уже начались, но прежде мы с участием международных экспертов будем оценивать нанесенный ущерб и жилому фонду, и историческим культурным памятникам, и экологии, и так далее. Параллельно с этим начались уже процессы по инфраструктурным проектам. Первые контракты уже заключены по дорожному строительству, контракты связаны с другой инфраструктурой, и в одном из своих заявлений я сказал, что мы привлекаем и будем привлекать страны дружественно с Азербайджаном. Первый контракт заключен с турецкой компанией, второй контракт планируется заключить с компанией из Италии. Я хотел бы воспользоваться возможностью обратиться к главам государств, стран, которым Азербайджан поддерживает дружественные отношения, чтобы их компании тоже активно участвовали в этих проектах как подрядчики. Финансировать восстановительные работы мы будем сами за свои средства, но мы хотим, чтобы к восстановлению наших городов и сел были привлечены компании из дружественных стран, и с тем, чтобы они могли осуществлять эти проекты, и с тем, чтобы продемонстрировать солидарность, потому что мы безусловно восстановим все города, мы возродим Карабах, и сделаем его одним из самых развитых регионов мира. Еще раз приношу извинения за то, что нарушил регламент и благодарю за внимание. Спасибо. Продолжение следует...